Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты восьмого в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Филиппов. Друзья, пишите, пожалуйста, и звоните, рассказывайте обо всем, что происходит в городах вещания. Радио Комсомольская правда. Вещаем мы в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в городе Серов и, конечно же, их окрестностях. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять, ноль девять, два три. Это для ваших сообщений. Три восемь пять, ноль девять, два три. Для ваших звонков. Присоединяйтесь к нашему эфиру, конечно же. Ну и вот, что нам уже пишут в данную минуту. Плюс три. За окном заречном было в шесть утра. Это сообщение от Евгения. Рамиль, плюс один. Дождь со снегом. Уральская весна. Лишь бы не половодие неконтролируемые. Это точно. И Новоуральск плюс один было в пять утра. А сколько у вас, Александр? У нас тоже было около двух градусов ниже ноля. Ниже прямо? Прямо ниже ноля. Ну, опять-таки, ветра с реки, видимо, добавляет вот это вот ощущение прохлады. Что касается, кстати, затопления, то я вот посмотрел уже наши соседи. Курганская область тоже, что называется, к ним поводок пришел. Ну да. Нерадостные новости с юга на север поднимаются. В ближайшее время, я так понимаю, что на этой неделе, на следующей, нас ждут и другие неприятные новости про затопление. Вероятнее всего, да. Но мы еще поговорим об этом обязательно, несомненно. Хотя это не наш регион, но это недалеко от нас. Это недалеко от нас. И очевидна тенденция к тому, что вот пока более теплые места оттаивают, там поднимается уровень воды в реках. Ну, а следующие, следующие, просто по логике развития событий сезонных, это наш регион. Это не исключено. Или исключено. Сейчас поговорим об этом, естественно. Да, так вот, про погоду сначала. Екатеринбург накроет дожди и мокрый снег. Осадки приносит в наш регион европейский циклон. Все понятно, все худшее из Европы. С другой стороны, и платье европейское, и оборот тоже. Тоже европейское. Тоже европейское. Вы поэтому с бородой. Поэтому я с бородой. А вы, по-моему, без. То есть, олицетворяете Петровские реформы. Ну, типа того. Периодически. Когда не лень, что называется. Хорошо. Так вот, значит, на Урал, североевропейской части страны, сместится заполняющийся циклон. Даже так? Да. По югу области вновь пройдут дожди. В северных районах снег. Днем 9 апреля, то есть сегодня, юг и юго-восток области будут расположены в теплом секторе циклона. И ощутимо потеплеть может до 10 градусов. Даже так. В то же время на севере региона дневная температура ожидается немногим выше нуля. Слушай, ну сегодня то, что я видел на асфальте, похоже, ночью шел дождь. Кровь? Ну, если... А, нет. Нет, дождь. Слава тебе, Господи, до падающей саранчи с небес и кровавого дождя еще далеко. Я пытался сделать отсылку к сериалу, конечно. Хорошо. А я думал, что к кровавым рекам, фильму и книге. Нет. Нет. Ладно. Не сегодня. Хорошо. Что ожидается в плане погоды? Значит, про сегодня мы сказали. В среду 10 апреля. Ночью облачность с прояснениями. Небольшие осадки возможны. 0,2. Днем плюс 5,7. Без существенных осадков. Ну, возможно, крыковременный дождь. В ночь на четверг температура уйдет в небольшой минус. А днем будет теплее. Плюс 11, 12. Примерно столько же в субботу. В воскресенье прогнозируют заморозки ночи до минус 2. Днем всего плюс 6. Такие дела. Ну, в общем, ожидаем, ожидаем этой погоды. В любом случае, миновать мы ее переключить, промотать в сторону, смахнуть не можем. Синоптик, тем временем, раскрыл, в какой части Свердловской области будет теплее всего. И показал свою избушку. В Турции. Шутка. Скорее всего. Так вот, на юге и юго-востоке Свердловской области будет теплее. Неожиданно. Действительно. Неожиданно. На юге. На юге теплее. Да вы что? Да. Днем обещают там выше 10 градусов. В этом теплом секторе циклона. А на севере немного выше 0. Ну, в общем, такие предсказания на грядущие дни. В гидромете, тем временем, рассказали, где на Урале ждать наводнение. Ну, именно в таких категориях об этом пишет портал Новый день. Ну, конечно. Особый цинизм. Я смотрел, наблюдал на официальные выступления тех мест, которые затопило, когда используют термин подтопление. Ну, подтопление это когда, ну, вот чуть-чуть вот, вот чуть-чуть вот просочилось в яму, которая под домом. При подтоплении чрезвычайная ситуация федерального масштаба не вводится. Хочу напомнить. Да, а эти официальные лица рассказывали на голубом глазу, что подтопление. Дома скрывает вместе с окнами первого этажа, крыша одна торчит, а у них там подтопление. Ну, не свинство ли? От создателей хлопка. Да, то есть вот эта вот история, давайте поиграем в словесную замену опасного чего-то менее опасного. Ребят, ну, от того, что вы хлопком назвали взрыв, он не стал меньшим взрывом. Но применительно к этому потопу, это не самое, ну, как бы сказать, подлое, наверное, что произошло. Ну, хочу напомнить. Звенья вот той самой цепи, давайте мы не будем как будто бы пугать людей. И поэтому в итоге... Нет, хочу напомнить. Нет, там было очень важное событие, друзья. И это, мне кажется, характерно. Я надеюсь, что в случае чего власти не сделают такую ошибку больше. За три дня до наводнения глава Орска, который затопило, отчитался перед гражданами о том, что он лично проверил ту самую дамбу, которую прорвало дважды, дважды прорвало ее. Может, по-моему, даже трижды. Может быть, даже трижды, да. И что угрозы подтопления нет, сидите, типа, спокойно. Дамба надежная. Через три дня все прорвало, город затопило, люди погибли в том числе, остались без имущества. Да, хотя вот скажи заранее, что есть такая опасность. Ну, опять-таки, я не знаю, что не было специалистов под рукой, которые сказали... Нет, нет, Роспотребнадзор, об этом написала Жанна Рябцева, депутат Горгима, у себя в соцсетях, что Роспотребнадзор за несколько дней до наводнения выпускал об этом предупреждение, которое власти проигнорировали. Вот так даже. Представляете? Вот просто представьте. Такие дела. А что напишет? Светлый, плюс два, Нижневесецкий пруть, пруть на треть растаял. Да, и присылает нам фотографию. Спасибо большое. Поздравляем. Видно. Дальше. Доброе утро. В Серове ноль, и снова мокрый снег, пишет нам Андрей. И, да, присылает фоточку такую из Серова снежок. Да, заснежен, заснежен. Да. Еще напишет. В этот раз обвинили в потопе не бобров, а мышей. Да. Слушайте, это тоже какая-то удивительная запредельная история. Дело в том, что, я так понимаю, где-то телевизионщики связывались с представителем компании, с руководителем компании, которая строила эту самую дамбу. И он обвинил грызунов. То, что они проделали норки, и в эти норки затекла вода, и она стала причиной как раз-таки разрушения дамбы. Я скажу так, во всем виновата крыса. Да. Широко, широко, хорошо, да. Слушайте, ну, если бы железобетоном завалили, наверное, мышки бы не прогрызли железобетон. К тому же дамба, насколько я понимаю, не старая. Нет, нет, новая. Миллиард рублей. Ну, там не миллиард, поменьше, 890 миллионов. Да, сумма большая, почти миллиард. Да. Доброе утро, пишет нам, плюс два солнечные. Ну, ладно, значит, вернемся в Свердловскую область и расскажем, чего нам ждать. Гидромедцентр опубликовал свежие данные о гидрологической обстановке в регионе и прогноз на три дня. В УРФО сейчас есть два проблемных региона, это Челябинская и Курганской области. В Курганской области губернатор уже успел обвинить местных жителей в том, что они растащили дамбу на участке. Тоже потрясающе, чернозем ему засыпать. А какой чернозем, Саша? Я тебе скажу еще, что сделано на дамбу. Ничего. Это навоз. А, и палки. Ну, нет, какие палки, ты что? А это не в бюджете, понятно. Поэтому и растащили. Поэтому это ясно. Ладно, давай по Челябинской области, что у нас, какие предупреждения. Превышенная отметка поймы в селе Сергеевка, издопление поймы сохранится. По Курганской области там Табул к Кургану и селу Изверина Головская подходят. В уровне воды ниже отметки поймы, что там, что там. Но, однако, по Кургану с 10-12 апреля издопление поймы превышение отметки опасного явления будет. Так что вот там есть такая опасность. Короче, по Свердловской области вроде бы ничего не сообщается. Пока нет. Пока нет сообщений у нас. Написано, что в остальных регионах УРФО гидрологическая обстановка спокойная. Пока. Это пока, да. Тем не менее, в реках Сосева, Лозева, Тавда, в нашей области, возможно превышение уровня воды до одного метра. Но это прилично. Надо сказать, что это очень большой объем воды. Просто надо понимать, что он растянут по всей длине этих рек. Нам пишут, во всем виноваты ретроградной Меркурии. Ну, если бы так. Эх, если бы так. Из затмения вроде прошло. Да. Присылают фотографию чудо-парковки на Белинского для инвалидов. Как парковаться? Там припаркованный автомобиль, да, некий. Еще и кривенько. Ну, как-то странно, да. По картинке не все видно и понятно. И без знака, что автомобиль принадлежит инвалиду. Да. Она пишет, високосный год. Ну, наверное. А когда не високосный, на кого валить? На кого валить? Ну, да. Когда не ретроградный Меркурий, на кого свалить? Портал Е1 публикует историю. Часть региона под угрозой. Гидролог рассказала, затопит ли Свердловскую область, как Орск. По словам эксперта, только похолодание пока сдерживает развитие половодия. Ну, про что я и говорю, что более южные регионы вот как раз-таки пришли уже к затоплению. Так вот, Нелли Мирошникова, это руководитель отдела гидрологических прогнозов Уралгидромедцентра. Ну, то есть, государственная структура вполне себе говорит, что риски есть у того, что может у нас подобное произойти. Цитирую. «Мы ожидали, что уровень воды в реках Свердловской области значительно от нормы отличаться не будет. Даже наоборот, местами на юге значение окажется ниже среднемноголетних. На севере это бассейн рек Сосьвы, Лозьвы и Тавды. Показатели будут выше нормы до метра, так как там за зиму выпало больше снега. Север у нас под угрозой, но ничего чрезвычайного на этом этапе мы не ждем. Все в пределах нормальных уровней. Надо смотреть на ход развития весны». Вот. И она объяснила также, что в Орске из-за аномальной жары снег очень быстро растаял и заполнил реку Урал. Ну, наверное, да, можно согласиться. Потепление вот тот самый антициклон, да, который приходил. Да-да-да. У нас в регионе ситуация другая. Снега выпало действительно много, но других факторов риска нет. Ну, и мы видим, что у нас как бы вот внезапно не потеплело. И таких прогнозов, что потеплеет, да, плюс там... Слушай, у нас потеплело внезапно буквально полтора дня. Ну, да-да. Поэтому, в общем, видимо, этого было недостаточно. И хорошо. У нас звонок есть? 3-8-5-0-9-23. Доброе утро. Алло. Доброе утро, Андрей. Вы знаете, хотелось бы заступиться за мышей. Мы на них эксперименты ставим. Теперь мы валим катаклизм на них. Бедные мыши. Они долго не живут, с них не спросить. А самое главное, вы посмотрите, сейчас чиновники-то, наверное, думают. Так, этот тоже обещал, затопило через день. Слова какие-то такие говорят. Так, надо словарный запас оставить. Нам-то что сказать? Там уже эти слова были сказаны. То есть они придумывают что-то как-то преподнести. Ну, это ужас. Ну, дамбу-то могли ведь сделать, вот смотрите, вдоль Патрушихи накидали этих дома, разбирали, вот где золотой там, и трамплин, вот где был котлован. Вот же строительный материал, который можно завозить туда, да, укладывать, и можно было сделать не землей, а нормальные дамбы. То есть есть еще бесплатные люди еще доплатили бы за то, что вывезли мусор, да, вот этот строительный. Это же камни, бетон. То есть укрепить можно было все. Ну, я не знаю, конечно, все это тянется, а я думаю, еще где-то будут катаклизмы, и кто-то уже, наверное, сбежит из страны, потому что, ну, три года, четыре назад там была сделана дамба, но она же должна стоять долго, понимаете? Ну, так-то да. После этого мы еще в проблемах. Да, вообще-то, как мы знаем, вот спасибо большое за ваш звонок, в Нижней Тагиле, например, стоит Демидовского времени плотина, ну, и не только там. Ну, да, они есть, реставрировать их надо, восстанавливать. Безусловно, безусловно, потому что там тоже есть риски, насколько я знаю, есть риски прорыва, но смотри, я к тому, что... Ну, то есть это древний инструмент, который мы тогда регулировали уровень рек. Сооружения делались на века, на века, и это возможно, тогда это было возможно, тогда это было возможно. Еще железобетон не использовали. Ну, да-да-да. Да, он просто еще не вошел в моду. Тогда, причем, конечно, госзакупок не было, по-другому все работало. Но Демидов просто кого-нибудь казнил. Ну, возможно, да. Если бы такой товарищ рассказывать начал про мышей, которые прогрызли его плотину. Ой, и не позавидовать. Отправился бы, наверное, куда-нибудь в Невьянскую башню на нижний этаж в цепях трудиться. Нам пишут, беда в отсутствии прогнозирования ситуации. Толщина и площадь снежного покрова с прогнозами температуры дают точные данные по объему воды. Вот совершенно точно. Раньше мониторили, сейчас только картинка от спутника по факту площади разлива. Будущий поселок Симолэнда в зоне подтопления, пишут нам. Ну, вот, не знаю. Насчет, смотрите, нет. Это на Челебинском тракте, насколько я понимаю, да. Видимо, да. Насчет прогнозирования я все-таки, наверное, отчасти не соглашусь, потому что вы правы совершенно говоря, что сейчас к старым технологиям добавились новые. Правда. И математические модели есть, и спутниковые фотографии. Да, совершенно верно. И спрогнозировать, что куда пойдет, в каком объеме, ну, плюс-минус можно. Во всяком случае, опять же, еще раз, не с какой-то там большой точностью, но риски, а мы говорим именно о рисках, и дамба строилась именно из-за рисков в том числе, риски спрогнозировать можно. Слушай, я тут прочитал интересную статью про Оренбург, про то, что он трижды зачатый, про него, говорят, однажды сказали, однажды рожденный, что его несколько раз основывали и переносили из-за того, что расположение было неудачное. Первый раз его Татищев наш перенес, и вот он был на месте Татищева Орска. Кстати, да, это точно. Потому что, как раз таки, место было неудобное и подтопляемое. То есть, Василий Никитич это понял, и Оренбург, потому что название красивое, перенес в другое место. Вот бы с автовазом так же сделали. Эх, шутка, шутка. Куда-нибудь в Мировой океан? Нет, зачем? Нет, нет, нет. Просто ты поннишь же, что есть автовазом, место проклято. Да, да, да. Ладно, это шутки все, конечно. Вода нужна, она ушла в прошлые годы, пишут, а в Березовском все водоемы милеют. Вот такое вот сообщение. Да. Так, по другим историям с водой связанным. У нас тут появились данные по гидротехническим сооружениям Белаярской атомной электростанции. Напомню, что АЭС без воды не работает. Да, она в контурах нужна. Итак, что касается весеннего паводка, который прогнозируют на числа с 9 по 13 апреля. В указанный период приточность в Белаярское водохранилище составит 19 кубометров в секунду. Это средний показатель для весеннего половодия, отмечают на БАЭС. Все гидросистемы станции находятся в работоспособности. Для плавного и спокойного прохождения паводка нам увеличен сброс воды с гидроузла с 2,8 до 5,8 кубометров в секунду. На селенном пункте, находящемся вниз по течению реки Пышма, ничего не угрожает дорожной карте развития атомных технологий. Прописано почти на 100 лет вперед, и надежная работа Белаярской АЭС вносит вклад в реализацию. Вот и расскажет про это инженер главный АЭС Юрий Носов. Ну, хорошо. Ну, слушай, хоть кто-то контролирует... Не, ну, а как иначе? На атомщика вся надежда, серьезно. Мне кажется, вот единственное, кто справляется со своей высокой и технологической миссией, слава тебе, господи, это атомщики наши. Да, без сомнений. Мэр Екатеринбурга пишет в порталу РАРУ отправит 20 тонн помощи в затопленный Орск. Конкретно пойдет от нас 20-тонная фура с питьевой водой, которая правда нужна там. Да, потому что водоснабжение теперь недоступно, а где-то и небезопасно. Ситуация там крайне непростая. Уже завтра, ну, то есть сегодня из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших. Об этом вот написал Алексей Ердлов в своем телеграм-канале. Как председатель Ассоциации города Урала призываю всех своих коллег, руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону. Вот так вот. Далее, хорошо. Свердловские спасатели отправляются работать в Курганскую область, бороться там с паводком. Для борьбы со стихией направлено 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на 7 единицах спецтехники. Да, они с собой везут не только технику необходимую, но еще и аварийное спасательное оборудование для выполнения тех самых работ. Нам пишут, а что питьевую воду ближе нельзя купить? Не знаю, хороший вопрос. Тоже меня занимает, скажу честно. Но, видимо, есть какие-то сложности. Ну, да, видимо, есть. Видимо, запрос. Просто я читал как раз-таки по вот этим вот городам, которые подтапливают. Одна из проблем, что из-под крана теперь не нальешь. Вода там очень низкого качества, и воду в магазинах разобрали. Ну, да. Плюс там уже вспышка кишечных заболеваний характера. Ну, люди просто травятся, видимо, там, вольно-невольно вот той водой, которая повсюду заполонила все это. Ну, вот. Как-то так. Как-то так, друзья. Что еще нам пишут? Доброе утро. Есть в высокой воде и позитивные моменты. Сплавщики нынче будут очень довольны, пишет Сергей. Ну, вот разве что сплавщики. Ну, да. Любители сапов тоже. Что еще резануло вчера? В Орске вчера был народный исход, как мы знаем. И вот как раз-таки местные жители обвиняли власти. К ним вышел мэр, надо сказать. Все-таки. Да. Местные жители обвиняли власти в том, что не предупредили. Предупредили бы за 2-3 дня. Они бы, говорят, что спасли бы имущество там и так далее. И как раз-таки не вину вставили одному из руководителей, который... Главик города. Да. Который, в общем, будь-то бы... Нет, там, главе МЧС, который прочитал по Машке, что предупреждали людей заранее. Не предупреждали, нет. А они отказались эвакуироваться. Один из руководителей МЧС про это заявил. Нет, смотри. И как раз-таки вот ему на вид ставило местное население, что нам ничего не сказали, пока сирена уже не завыла и потапливать не начала. И затапливать позднее. Некоторые люди действительно хотели остаться. Это правда так. И можно их понять, потому что это часто пожилые люди бывают, которые... Ну, ты же знаешь... К тому же мы читаем про мародеров на территориях. К сожалению, тоже эта информация появилась. Сообщения были. Сообщения были такие, да. Действительно. Вот. Ну и плюс... Заходят в дома, воруют и так далее. Плюс еще, конечно, вчера многие оттоптались по Денису Паслеру, губернатору Оренбургской области, который встретился с местными жителями, но начал встречу со слов «так, телефоны убрали». С людьми так разговаривать нельзя. Слушай, ну, если честно, уровень хамства какой-то потрясающий. Ну, какой-то да. Вот это что такое? Нет, вроде бы он там правда объяснил, что он работает не покладая рук. Не спит, не переодевается, не моется. Правда видно, правда, действительно. Я отменил отпуск и все такое. Но с людьми так разговаривать не стоит. Ну, хорошо, хоть отпуск отменил, мог в Италию уехать. Не мог. Не мог уже, да. Да, нам пишут, что это глава МЧС сказал. Да, да, да. Когда, как всегда, люди виноваты, власти ни при чем. Ну, конечно, конечно. Крысы? Крысы, все крысы. Да, крысы постоянно. Чудовищно. Спасения этих нет. Да. Они в Европу чему принесли? Точно. А у нас дамбы прогрызли. Ну, вообще, прямо целенаправленное уничтожение цивилизации человечества. Ну, фигурально выражаясь, в ковиде, в эпидемии ковида, тоже они виноваты. Ну, только с крылышками. Да, да. Ладно, это все грустные шутки, конечно. Чиновники не умеют разговаривать с гражданами. Да. Ну, некоторые умеют. Давайте мы все под одну гребенку не будем. Да, некоторые умеют. У некоторых это получается. Но многие... Нынешний иноагент, а прежде мэр, вполне себе хорошо на пробежках Евгений Ройзман разговаривал с людьми. Каждые выходные. Не, на самом деле, не он один. Не он один. Ройстель прекрасно общался с людьми. Аркадий Михайлович Чернецкий тоже умел. Аркадий Михайлович Чернецкий. Да, да. И, напомню, были эфиры прямые, часовые, еженедельные. Да, да, все это было. У нас звонок есть 3850923. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ребята, видите, на самом деле, руководство наше головой-то совсем не думает. Ну, вот как идет реклама, что пикник приедет в Екатеринбург, 14-го числа будет концепт. И, а перед этим было объявление, что губернатор запретил все массовые мероприятия. К чему верить? Объясним. Или эта правая рука не знает, что делать. Нет, нет, нет. Спасибо большое. Нет, объясним. Дело в том, что, скажем так, просто бесконтрольное проведение массовых мероприятий действительно сейчас под неким мораторием. Но если площадка соответствует всем нормам безопасности, они сейчас проверяются усиленно. Ну, в том же метро доставили опять кинтроскопы, поставили доп. рамки. Ну, вот как раз вот таким образом. Я не знаю, будет ли там какая-то вооруженная охрана добавлена к обычной охране с металлодетекторами. Большой вопрос. Ну, не знаю. Я так понимаю, что площадка будет проверяться. Ну, короче говоря, некое усиление будет точным. Вот. То есть, мы вчитывались в то самое распоряжение губернатора, и вот оно на данный момент так. Просто напомню, что оно было изменено несколько. Ну, да. Сначала дни назывались на моратории, потом даты поменялись, потом чего-то еще докрутилось-довертелось. Нам пишут, и чиновники все на взводе. Мы не знаем, какой информацией они обладают. Может быть, все настолько плохо, что они на взводе, поэтому и срываются. Ну, не исключаю. Слушайте, ну, а с другой стороны, ну, ты работаешь вот в такой сфере. Есть, Исаш, еще один важный момент. В Оренбургской области этот год для губернатора выборный. Не по этому. Ясно. Ну, серьезно. Конечно, на взводе. Ну, а с другой стороны, врач вот оперирует. Он ведь тоже может быть на взводе. Но если он будет на взводе, он тогда свою работу сделает, вероятно, не совсем качественно. Точно, да. И это про профессионализм. Совершенно верно. Отбросить эмоцию и провести операцию. Доброе утро, пишут нам. Допустить Бобров госзакупкам. Правильно. Я думаю, да. Вы уже допустили. Мне кажется, это все безнаказанности, я даже уверен, пишут нам. Давайте ответим на звонок еще. Да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Ну, он нервничает, губернатор. По шапке получил, видать. Слушайте, ну, я так понимаю, что он может нервничать по нескольким причинам. В конце концов, и... Ну, ладно. По вполне обычной, что... Я вот в напряжении жду теплых дней. У меня дача в Низине, в рюкзечке. Не знаю, как это все будет происходить. Нервозно, нервозно. Да, раньше у нас один год было как-то вот, мы тоже начали сильно подтоплять, звонили куда-то и плотину открыли. Как бы это... То есть, воду спустили немножко, да? Да, да, да. А в этом году-то непонятно, как будет. Мэрша, если там у нас отзвонится, то, может, и откроют. А там сейчас ремонт идет на дамбе. Будут-то они открывать ее, не будут, фиг его знает. Вопросик. Да, спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Ну, вот, кстати, я тоже ожидаю, что на широкой речке мою дачку-то подтопит. Вполне вероятно. Может, так... Раньше там со стороны вот нынешней застройки, со стороны Академа, раньше-то его там не было, там были болота, и потапливало по весне и по осени так приличненько. То есть, дальние участки вообще просто уходили буквально-таки на сантиметров 5-10 под воду. В домах, понятное дело, ямы затапливало. Вот. А сейчас, когда строечку там провели, видимо, осушили, стало посуше. Поглядим, что будет в этом году. Значит, Екатеринбург нельзя расстроиться. Получается. Нам пишут, что губернаторов сейчас не выбирают, выбирают, мэров не выбирают. Грызуны в тех краях реальность пишут нам. Норы повсеместно, они вредят подземным коммуникациям, просто это не афишируется. Грунт для них родная стихия. Надо сначала выяснить, что... Там, видимо, в плотинам было по проекту. Если грунт, то версия уместна. Хорошо, спасибо, что разъяснили. Ну, если грунт... Понятно, что есть такая опасность, наверное. Надо как-то ее избегать, этой опасности. Да, именно. Если это известно уже, конечно. Ну, как? То есть мы такие... Разговаривали с директором фирмы, который построил плотину. Изыскание не проводил, что ли? Ну, это вопрос, правда. Вопрос. Ну, правда, правда. То есть, знаешь, что грызуны? Грызуны ее и съели, эту плотину, говорит директор. Ну, как, знаешь, из сыра строить стенку, когда за стенкой мыши. Ну, да. Ну, странно-странно. Сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы новостей. Сариков Филиппов. Отдельная тема. 7.33 Викторинбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Сариков, Павел Филиппов. Дочитаем давай сообщение. Да, давай. И перейдем к следующим темам. По поводу, ну, вот, подтопления, как это названо, да, по поводу потопа чрезвычайной ситуации в Оренбургской области. У чиновников самое главное предупредить, а не делать. А по поводу предупреждений, когда убирают снег во дворе, сколько предупреждают? Пишут в чате, вывешивают объявления. И все равно находятся люди, которые первый раз слышат, что надо убрать машину. Более того, мы тут столкнулись в нашем дворе с ситуацией, когда человек припарковался, когда убирали снег, когда ему соседи, из нашего же дома, соседи ему сказали, что, мол, типа, уважаемый, ну, убери машину, здесь сейчас будет убирать снег. Я не обязан, сказал он. Ушел домой. Ну, ладно. Ну, что, машина все еще цела? Случайно ее аккаунтом не задело? Доброе утро, пишут нам. Дам, я родом из Кургана, местные жители действительно разрывают дамбу, чтобы добираться до работы или своих дачных участков не в объезд 10-15 километров поближе. Ответственные руководители не проверяют состояние дамб. В прошлые годы не было столько воды. Слушайте, но местные жители тогда, простите, я не знаю, как с ними поступать. Видимо, как-то наказывать надо. Может, дамбу с чего-то попрочнее делать? Ну, так просто не вывести. Выходит в голову, да, да, так-то да, да. Дальше. Специалисты прогнозируют исторический максимум уровня воды в Тоболе, поэтому жители населенных пунктов Курганской области получают соответствующее оповещение от властей, должны в максимально короткие сроки эвакуироваться. Об этом сообщает урадовский полупред Владимир Якушев. Дальше от паводка. Те, кто пострадали, получат по 100 тысяч рублей члены семей. В качестве первоочердной поддержки об этом мэр города сообщил. Ну, там пострадавшие говорили, что если, вернее, как, если пострадало только имущество, там суммы компенсации значительно меньше. Ну, типа, 50. Ну, 50, там, 20, 50, что такое, да. Вот, как-то так. Дальше. Еще про Сосеву сообщение, и затем ответим на звонок. В том году в Сосеве жители кричали, пожар идет, власть говорила, все под контролем. Знаете, да. Да, да. Ситуация один в один. Орск, то же самое. Вопрос, что-то им за это будет, сомневаюсь. Угу. Такие дела. Слушайте, как мы помним, история с пожаром, да, который был в прошлом году, когда Сосева выгорело. Там ведь обвинили человека, у которого по видео даже наблюдение было видно, что не с его стороны пошел пожар. Тем не менее, сейчас уголовное дело против него продолжается. Да, притом на видео очевидно, что как раз-таки его-то база и не горит. То есть, человек, а человек находится в СИЗО. 385-0923 у нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, еще раз. Я хотел, знаете, что сказать. Вот общение, как общаются, да. Заседание суда, оно в областном идет. И стоит молодой этот, как они, пристав. И люди зароптали там, ну, что-то не слышат, как бы шум подняли. Ну, знаете, что говорит? Так, поймали тишину. Ему там офицерские замечания сделали. Да, поймали. Ну, зону он, видно, пришел такую. Ему замечания сделали. Он еще хамить там начал, уже когда вышли. Потом, смотрите, Чернецкий, Росель. Это все же выходцы из партии. С народами раньше так не разговаривали. То есть, у них своя лексика. То есть, нормально. Помните, когда Шереметову мочил? Чернецкий итог уртурный выражался. Заткните его там роткой. Это же было. Потом, знаете, хочется членовик сказать. А Голландия-то ведь как-то стоит. Дамбы там нормально. Ну, да, кстати. Питер стоит, что далеко ходить. А потом, я вам скажу, вот три раза, вот этот третий раз топит Орск. В сороковом, в пятидесятом году. То есть, опыт был. То есть, знает, что такие вещи были. То есть, в советское время. Потом, давайте скажем, Демидовская дамба стоит. А что там? Там мыши здоровее были. Зубы крепче у них были. Химии-то не было. Ведь делали. Потом про нашу плотину я что знаю. Там общался с хорошим умным человеком, он строитель. Там есть, я, говорит, смотрел сметы. На что тратились деньги и кого? Кристианин такой-то, такой-то, заплатили столько-то. Он, говорит, по-любому, за что? Быка привел. То есть, бык загоняли в загон. Там смесь какую-то ложили. И он топтал вот это все. И то, что он мочился, да, это тоже являлось как связующим. То есть, мы можем спать спокойно, что это современные строители не трогали нашу плотину и делали. Теперь, видно, надо выбирать место, где строил. Демидов или там в древности. Видимо, да. Бобры. Да. О, фу, ну все, можно жить. Так что, тут чиновник вопрос не надо задавать. Ладно, едем дальше. Спасибо большое за звонки и за сообщения. У нас есть приятные новости. Так, Павел, какие же новости у нас приятные? В Екатеринбург привезут крутой низкопольный трамвай. Один? Он будет проходить у нас тестирование. Это Усть-Катавский вагоностроительный завод. Слушай, какая-то прямо история и бремя Екатеринбурга к нам привозят покатать, повозить, потестировать, а потом куда-то они уезжают в другие города. В нормальные города. Да, а мы остаемся с лимитаторами Т-3. Типа того. Интересно. Усть-Катавский трамвай, для понимания, ходит в Нижнем Тагиле. Ну, ходили, во всяком случае, это старенькие такие трамвайчики со сдвижными дверями. Радостно, что завод до сих пор существует и работает и выпускает, в общем, вполне современный трамвай. Ну, судя по фотографии, вполне себе. Ну, это иллюстрация, скорее, но есть видео, как такой трамвай идет в Челябинске. Ну, вернее, там тоже обкатка. Самое, слушай, смешное, что вот эти реплики, когда нам на обкатку привозят какой-нибудь новый вагон, потом идут цитаты чиновника, некого из мэрии. Они почти всегда одинаковые, но потом вагон куда-то уезжает. Про вагон хорошие отзывы. Думаю, будем покупать. Ну, да. Почти каждый раз эта реплика звучит. Значит, трамвайный вагон модели 71-639 получил название Кастор. Кастор? Кастор. Кастор. Как звезда в созвездии Близнецов. Ну, вот как говорят на Катавском вагоностроительном заводе, в Уск-Катавском, это полностью низкопольный трехсекционный четырехдверный трамвайный вагон. Его разработали специально для эксплуатации в ряде городов России. И главный его плюс – цена, как говорят на самом предприятии. Потому что я, кстати, напомню, что нам тут говорили, что диких денег стоит трамвай. То есть, почему-то автобусы менее диких денег и троллейбусы, а трамваи вообще совершенно диких денег. Безумных буквально. Он может развивать скорость до 90 километров в час. Ну, если позволяет. Если позволяет пути. Да. Совершенно верно. И светофоры, и дорожные движения, и много чего еще. Подходит для магистральных маршрутов. Может вмещать до 260 пассажиров. Вот так. Причем 65 – это места для сидения в нем. Да. Остальные – это стоячие. Совершенно верно. В Челябинске, напомню, собираются строить метротрам. Вот для этого, судя по всему, обкатывает этот самый трамвай. А у нас он тоже будет в тоннеле заходить? Думаю, заныривать и на Божовской он не будет. Не знаю. Там как раз-таки не используется. Было бы интересно. Да. Напишут, сколько лет звучит про вторую линию метро. А теперь вот в Академию уже обещают. Конечно. Обещание наше все. Да. Морковку перед осликом повесили и поскакали. Кстати, да. Про метро. Параллельно. Нет, просто параллельно еще тестируют новый троллейбус «Пересвет». У нас тут что-то прямо… Классно. Прямо полигон, а не город. Но это в Орженикидзовском депо. Обещали наши власти городские взяться крепко за транспорт в городе Екатеринбурга. Так что обещают и денег вкинуть почти 13 миллиардов и вообще реформу проводить основательно. Как говорят фотографы, есть две проблемы – «Пересвет» и «Недосвет». Да. Ну, это другое. Но это просто Павел, я так понимаю, цитирует одного из чиновников, который говорит, что у нас две проблемы, когда много денег на реализацию. Когда не хватает. Это говорил предыдущий губернатор Мишарин. Он говорил, у нас две проблемы – есть деньги и нет денег. Да, потому что если деньги есть, их надо правильно потратить. Ничего не туда не отправить. Если деньги нет, ну, оно понятно. Нам пишут, дикие деньги стоят не трамваи, а дикие амбиции руководителей «Трансмаша». Поменять бы. Наверное. Доброе утро. В трамвае много меди пишут нам. А у нас много медных корпораций. А, есть где взять. Есть где взять, да. Ну, я соглашусь, все равно есть рыночные цены, и этого никуда не денешься. И санкции, и прочее, прочее. Дальше. Прекрасная новость. Так, да, у нас... Под землю. Под землю спускаемся. Слушай, вчера совершенно случайно на глаза мне попался, просто это так смешно сочетается с следующей новостью, попался фильм 90-го года «Подземелье ведьм». С Жигуновым главной роли по мотивам рассказа Булычева, Кира. Очень миленькая. Ну, да, вот теперь давай про «Подземелье ведьм» наших. Давай. Значит, у нас в Викторинбурге потратит метрополитен на сокращение очередей более 10 миллионов рублей. Они объявили о закупке рамок металлодетектора и оборудования для досмотра багажа на общую сумму вот как раз-таки 10 миллионов. Чтобы параллельно много... Да. Слушай, а с другой стороны, я так помню, на некоторых станциях метро у нас была ситуация следующая. Было несколько интроскопов, но пускали всех через один, или было несколько рамок, а поскольку охранников было из серии два, а рамок три, одни ворота-то были закрыты. То есть, ну, купите в оборудовании 9, надо еще нанять, кто будет вот за этим присматривать. Ну, видимо, да. Но пока вот известно про рамки. Ну, 10 миллионов не так много. Я думаю, что там рамка, наверное, там что-нибудь 500-800 тысяч стоит. А интроскоп в миллиона два. Да. Ну, в общем, не дешево все. Ладно. В Екатеринбурге придумали новый маршрут для автобусов. По Икаду они будут ездить. Автобусы, когда, знаешь, тот самый момент, когда эти цифры закончились. Угу. Еще с буквы. Значит, с 15 апреля будет у нас рамка. Уже скоро совсем. Новый маршрут номер 24С. Или С. С, наверное, С все-таки. Русский. Ну, ладно, С, хорошо. Компрессорный СНТ «Звездочка». Если звездочкой помазать. Так. То болеть не будет. Хорошо. Это сезонный маршрут. Угу. Ну, как раз-таки для дачника. Да. На полгода. До 15 октября они будут ездить, эти автобусы. Длина пути 24 километра. Вот. Обслуживаются. Будут автобусы большого класса. Ну, круто. Хорошо. В СНТ так прямо на людей. А, вот вижу картинку. Ну, я так понимаю, что там будет просто по пути много для посылки. Ну, хорошо. Хорошо. Садоводы, возрадуйтесь. Да. 94-й маршрут станет длиннее. Это маршрут, который ходит от Уральского федерального университета до Новосвердловской ТЭЦ. Угу. Вот. Как раз-таки у него будет дополнительный хвост, который ведет в сторону садов. А, ну все. Поздравляю. Хорошо. Да. Мы рады за садоводов. Ну, 95-й, кстати, вообще такой замечательный. А? Это 94-й. Да, 94-й. Да, есть еще рядышком. Там следующая новость про 95-й маршрут. Это вот тоже с визы он ходит. И тоже к садам, коттеджным поселкам на Чусовском тракте. А, есть такой, да. Да. Их тоже, в общем, увеличит количество рейсов. Вот как раз-таки по сезону с 15-го апреля с 16-ти до 20-ти в день рейсов будет увеличен. То есть 16-ть есть, будет 21-ть. Знаешь, не очень... Кстати, маршрут классный. Там ехать приятно по Чусовскому тракту. Он такой дивный. Такой волшебный. Там лес просто магический. Мне вспоминается история с донаименованием. Вы думали такое слово наших аэропортов? У нас, напомню, имени Демейдова, например. Да, да, да. Все же помнят, да? Все пользуются. Как говорится. Бедные летчики, которые объявляют аэропорт, им же надо еще выговорить. Все. Ну, это ладно. Потому что Акинфи не у всех получается. Не у всех, да? Ну, не у всех. Я предлагаю... Нам нужно также донаименовать маршруты общественного транспорта. Потому что с этими переномированиями не все понятно. Ну, то есть 95-й, Чусовской. Или там 94-й, звездочка. Вот, хорошо. Или какой-то 24-й, звездочка. Хорошо. Красиво. Во-первых, красиво, да. Да. Замечательно. Мы сделаем паузу. Послушаем рекламу. 747 в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. И важные темы нашего города. Да. До рекламы мы говорили про удлиненные маршруты, которые с 15 апреля для садоводов появятся. 94-й, 95-й, 24-й. Так что будет легче ездить. В места не столь отдаленные. Ну да, мы про сады сейчас говорим. Про сады, конечно. Про сады, конечно. Далее. В Екатеринбурге идет голосование за благоустройство общественных территорий. Вот. Мы об этом еще раз напоминаем. Да, друзья, там за сотню перевалило количество голосов, но чтобы денег дали... Смотрите, да, чтобы денег дали, надо, чтобы было 300 с копеечкой. 380. Смотрите, там такая история. Весь рассказ сейчас расскажу. Итак, речь идет о том, что мы можем получить федеральное финансирование на эти самые проекты благоустройства. Один из этих проектов нам надо на следующий год выбрать как раз. То есть, какой мы будем в приоритетном порядке, рано или поздно благоустроить все. Но речь идет именно о приоритетах, чтобы люди понимали. Это не значит, что все остальные забросят там и так далее. Ну, могут забросить, в принципе. Ну, скорее всего нет. Вот. Ладно. Екатеринбургу нужно собрать вообще, в общей сложности, не за каждый объект, а в общей сложности, 380 тысяч голосов. Да, до 30 апреля. До 30 апреля. То есть, осталось еще там, ну, 3 недели у нас, получается. На данный момент собрано чуть больше, по-моему, 130 тысяч. Да, до конца голосования остается 21 день и 16 часов. Да, совершенно верно. Ну, то есть, как раз-таки 3 недели. В принципе, мне кажется, это реально совершенно история. Я проголосовал. Я тоже. За считанную минуту какую-то. Ну, там все очень просто. Можно на сайт города Екатеринбурга, который екатеринбург.рф, зайти. Можно зайти через госуслуги и там найти эту программу «Национальные проекты России». И там проголосовать. То есть, там аутентификация, в общем, работает. Другой вопрос, что там не было вот прямо, значит, таких объектов, за которые я бы очень-очень сильно хотел побороться, но проголосовал все равно. Ну, молодец. И я молодец. Мы молодцы. Да, мы молодцы. Вот. Так что, друзья, пожалуйста, оставайтесь уже. Кстати, по другим городам Свердловской области тоже есть голосование. Поэтому, уважаемые жители Тагила, Верхнего, Нижнего, Березовского, тоже голосуйте. Вы тоже есть. Причем можно также зайти либо через госуслуги, либо через сайт Екатеринбурга и там вот выбрать из списка города нашей области. Да, сайт «Городская среда». Либо введите аббревиатуру «ФКГС» формирование комфортной городской среды. И вас в любом случае выведет на нужный сайт. Да, все очень просто. Я думаю, что справиться несложно. Конечно, возникает риторический вопрос, а почему нельзя там тут-то... Дать денег сразу. Да. Ну, смотри. Мы живем вот при таком раскладе, вот такая ситуация. Такая игра. Такая игра. Такие правила. Такие правила игры. В шахматах иногда, конечно, хотелось бы запустить ферзем в голову противнику, когда он выигрывает. Или съесть пешку, да? Или съесть пешку, да. Но правила другие. Поэтому надо играть по этим правилам. 3-8-5-0-9-2-3. Звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Дениси, но похвастаюсь. Давайте. Я выиграл бутылку коньяка. Поздравляем. Смотрели с женой. Я говорю, придумают что-нибудь, только лишь бы не показывать голосование. Она... Да, ну, пока выходила, ну, новости шли. Захожу с Томбора домой, смотрю, бутылочка коньяка стоит. И я говорю, что в новостях сказали, что ремонт на всех телевизионных каналах. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, Минздрав предупреждает, и мы тоже. И мы предупреждаем тоже строго-строго. По утрам, да и по вечерам тоже надо ограничивать себя в этих делах. Да. Почему надо голосовать, чтобы денег дали, пишут нам? Когда собирают налоги, никто почему-то не голосует. Ну, понимаете, мы... Вот риторические вопросы такие у нас тоже возникают. Правда. Ну, просто напомню, что мы налоги так не все платим сами, да? За многих это делает их работодатель. Мы вчера, кстати, об этом говорили, что, наверное, очень было бы важно, чтобы люди понимали, на что тратятся деньги, если бы люди сами заполняли декларацию. Я, кстати, заполнил, по-моему, 24 апреля, последнее число. Слушай. Уже отправил. Я всех хочу в таком случае прям прорекламировать. Есть прекрасное приложение в телефонах, называется «Налоги FL» в физических лиц. И ты туда заходишь, в это приложение. Ну, там нужно сделать привязку либо через ИНН, либо через госуслуги. И у меня сейчас откроется просто, да, я хочу прямо сказать, где это находится. Там есть... Вот ты прям заходишь и видишь доходы, кликаешь вот на эти самые доходы, не кликается. А просмотр всех доходов там есть такой, да? И у тебя выводится, значит, сумма дохода и сумма налога, которая была уплачена. А дальше следующей графой – страховые взносы. И ты видишь, я, например, вижу, да, что страховые взносы с моей заработной платы превышают заработную плату. Уж как. Да. Серьезно, Саш. Жалко. Вот. И там сумма... Жаба душит. Там появляется... Вообще. Анимация с жабой появляется? Саш, это машина. Это да. Это машина. Это машина. По деньгам целый автомобиль. Это за год. Угу. Слушай, ну да. Это страховые взносы, которые... Я не знаю, куда они идут. На что? Ну, наверное, там, на медицину и все такое, но... Но я столько не болею. Ну, да, я понимаю. Хотя медицина, надо понимать, услуги дорогие и так далее. За последние несколько лет в окрестных дворах на автосгородке вырублено несколько сотен деревьев. Посажено ноль. Я за такую среду не голосовал, и никто меня не спрашивал. Ну, кстати, про вырубку нам сообщают многие. Кстати, это, опять-таки, бездумная совершенно вырубка продолжается. Нам рассказывают про то, что вроде нормативы принимают по правильному топированию деревьев, но мы видим, что их в пеньки превращают. Вот вдоль кладбища Широколеченского была аллея из тополей с кронами, которые замечательно поглощали и очень интенсивные движения, которые там есть, вот эти выбросы автомобилей, и давали тень в летнее время. Все превратили в столбики. Вот всю аллею превратили в столбики без единой ветки. Ну, что за уродство? Давай ответим на звонок 3850923. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Ну, вот я говорю, что не все евреи еще уехали, а остались умные люди в правительстве, и они придумывают всевозможные такие штучки для простого населения. А почему? Денег мало? Это всем понятно. Население отвлечено от, как говорится, взаимодействия с властью вообще никак. То есть никак мы не можем реагировать, никак не можем контролировать вообще. Как сделать, чтобы проявить хотя бы, ну, какую-то картинку у нас, как говорится, там, демократии, там, привлечь население. Вот, придумали такой проект. Да, гениально придумали. Гениально придумали, если так разобраться. Да, да, я говорю, остались еще евреи. Что вы про них-то? Они умные люди. Все мы россияне. Они умные люди, вы согласитесь со мной, что они гениальные люди, да. Все шахматисты, все красмейстеры, все евреи. Тут как бы спорить не о чем. И вот сделали, и люди у нас наивные, думают, что они будут как-то там участвовать, что-то привлекать их, но это смешно. Почему житель Германии не задумывается, кто у него там, допустим, председатель кондоминиума. Он не знает его фамилии абсолютно, потому что он видит порядок. И не надо ломать голову, кто там сидит за рулем. А у нас все, как говорится, через одно место. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, все-таки немцы как раз и знают имена, фамилии, марку машины. Ну вот смотрите, напишу. Дового председателя. Полярное сообщение. Если людям ледь потратить минуты и проголосовать за парк, то им и парк не нужен. Можно этот бюджет направить в Орск. И другое мнение. Доброе утро. Голосовать по паркам не буду принципиально. Например, то, за что голосовали в академическом, без слез смотреть нельзя. Большинство деревьев засохло. По наступным дорожкам из гравии с коляской ходить невозможно. Это голосование нужно только чиновникам для рейтинга. Я скажу вам. А я думаю, что в КПАИ там отражается. Подожди. Нет. Там все не так просто. Дело в том, что можно принять участие, во-первых, в тех объектах, которые заявляются на эти самые выборы. Раз. Я вот, кстати, проголосовал про объекты, которые от меня на расстоянии находятся. Но мне нравится. Это Метео Горка. Я тоже. Она жил из Сайгорка. Ты тоже за него? Да, да. По ЛДТ-5. Да. Не сговариваясь. Вот совершенно. Абсолютно, да. Значит, смотрите, еще раз. Первое. Вы можете сначала выбираться объекты, которые будут в этом самом списке. Первый момент. Второй момент. Собственно, само голосование. Третий момент. Утверждение проектов. Во всех трех этапах можно поднимать участие. Гравийные дорожки и засохшие деревья. Это часть того, в чем приняли или не приняли участие местные жители. Слушай, ну опять-таки по проливу деревьев возникает всегда вопрос. Я вот смотрю, да, как будто бы деньги тратятся, дерево привозят, дерево втыкают. Иногда даже, кстати, забывают монтажную ткань убрать из корневой системы. Бывает, бывает. Рановато. А потом про него забывают. Ну вот точно так высохли вот на моей вот этой улице, по которой я каждый раз езжу на работу и ужасаюсь с качеством покрытия по улице Тургенева. Деревья высадили, но не поливали. Все, померли они. Ну, понятно. Результат, так сказать, прогнозировано. А что потрачено было, непонятно. Давай прочитаем еще сообщение. В Орске все растащат бобры на дамбе. 380 тысяч – это практически все взрослое население Екатеринбурга, пишут нам. И да, и нет. Нет, потому что голосовать можно с 14 лет. Вот в этой истории. Да, за формирование комфортной городской среды. Так что можно прям целыми классами делать. Да. И мы делали специальную вкладку, спецпроект. На прошлой, кажется, он неделе выходил у нас. На позапрошлой, где-то так. Можно поискать. Можно поискать. Ну, то есть он есть еще и в бумажном виде. Есть и на сайте у нас популированном. Так что, пожалуйста. Слушайте, все правда. Все аргументы, которые вы приводите, уважаемые наши радиоуслушатели, они имеют право на совершение. Ну, они, действительно. Ну, таковы сложившиеся правила игры. Давайте уж проголосуем. Что нам стоит-то? Ну, да. Что стоит? По времени это занимает совсем чуть-чуть. Ну, правда. Серьезно, абсолютно. Вот. Да, наверное, умно придумали те, кто занимался этим. Слушай, ну, кстати, я вот вижу, что людям очень не хватает того места, где они могли бы себя проявить. Поэтому в это воскресенье опять были толпы людей, которые сдавали мусор по разным фракциям. Я понимаю, что людям этого не хватает. Благоустройство пишет нам. Вырубить здоровые взрослые деревья, понатыкать жуткие турники, на которых никто не занимается. На этих тренажерах максимум вечером пиво сидят, пьют. Ну, тут тоже можно поспорить. Ну, мы сделаем паузу. Совсем скоро с нами представители Народного фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова